Ванга. Мне кажется, что бывших афонских монахов не бывает. Если человек был насельником афонского монастыря, если он принял там монашеский постриг, он навсегда остается святогорцем, где бы он не нес свое послушание. В Солониках, как святитель Григорий Палама, в далекой России, как преподобный Максим Грек, в Молдавии, как преподобный Паисий Величковский, или в Болгарии, как герой моего следующего рассказа, митрополит Неврокопский Нафанайл, человек строгой монашеской жизни, аскет, подвижник и настоящий пастырь, любящий своих овец и готовый положить за них жизнь. Кстати, он был учителем, аввой, епископа саратовского и вольского Лонгина. Несмотря на свой высокий сан, владыка очень прост в общении и готов даже физически послужить любому человеку. Никогда не забуду, как он дал мне подержать свой епископский жезл и полез по крутому склону горы, собирая мать и мачеху, чтобы заварить их от моего бронхита. Так вот, широко известная прорицательница и провидица Ванга проживала на территории Неврокопской епархии, предстоятелем которой является владыка Нафанайл. До сих пор многие считают Вангу православной и уверяют, что она действовала с благословения и согласия священноначалия. Именно для таких людей и предназначен этот рассказ. Однажды, незадолго до смерти Ванги, к митрополиту Нафанайлу прибыли посланцы от нее и передали просьбу слепой старухе приехать к ней. Ванга сообщила владыке, что очень нуждается в его совете и нижайше просит его снизойти к ее старости и болезни и прибыть в ее дом. Владыка, надеясь, что, может быть, она желает покаяться, обещал приехать. Это вполне естественный поступок для доброго пастыря, пекущегося о каждой овце своего стада, тем паче о заблудшей. Когда владыка через несколько дней приехал и вошел в комнату старухи, он держал в руках крест-мощевик с частицей честного креста Господня. В комнате было много народу. Ванга сидела в глубине, что-то вещала и не могла слышать, что еще один человек тихо вошел в дверь. Уж во всяком случае, она не могла знать, кто это. Вдруг она прервалась и, изменившимся, низким, хриплым голосом с усилием проговорила. «Сюда кто-то зашел. Пусть он немедленно бросит на пол это». «Что это?» — спросили у Ванги ошеломленные окружающие. И тут она сорвалась на бешеный крик. «Это! Он держит это в руках! Это мешает мне говорить! Из-за этого я ничего не вижу! Я не хочу, чтобы это было в моем доме!» — вопила старуха, суча ногами и раскачиваясь. Владыка развернулся, вышел, сел в машину и уехал.